Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, с нами Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Сегодняшний вопрос тоже очень актуальный, это анестезия перед удалением или перед лазерной коррекцией цвета, что тоже часто делают мастера. На себе проверяла, вот честно, кстати, на себе проверяла, пока ехала, когда-то я ездила, удаляла брови себе и одну намазала, одну не мазала. Реально я не почувствовала разницы, вообще совсем разницы не было. Причем я под пленкой ехала 20 минут на машине до места, где мне будут удалять. И что это, эффект плацебо или все-таки работает? Я понимаю, что веки и губы, конечно, нельзя без анестезии, наверное, да? Абсолютно верно. На самом деле веки и губы – это очень чувствительные зоны, плюс толщина кожи и восприятие анестезии идет гораздо более сильное. То есть с веками работать нужно, чтобы пациент был спокойный, чтобы было максимально комфортно, не больно, не вздрагнул. Все равно будет вздрагивать. Ну, хотя бы минимально, в общем-то, хотя бы не от боли, а просто от неожиданности, чтобы это было сведено к минимуму. Поэтому на веках анестезия идет обязательно. Губы тоже очень чувствительная зона, особенно область дуги купидона, то есть арок, в общем-то, тоже очень чувствительно. Но на бровях на самом деле я практически никогда не без боли. Только по просьбе пациента, только когда очень большая чувствительность. Но чаще всего максимальная болезненность у людей, когда они очень сильно напуганы, то есть когда они боятся судорожно-лазерного удаления, и тогда им кажется, что это запредельная боль. Если человек приходит спокойно, то при работе нетравматичной вполне легко переносится. То есть воздействие занимает на одну бровь, но не более 20-30 секунд, поэтому это легко можно перенести. Использовать анестезию можно, но я рекомендую только аппликационную. При этом эффекты ее, я бы сказал, весьма сомнительные. То есть немножко приглушает, но нельзя сказать, что человек лежит абсолютно спокойно. Все равно болевые ощущения присутствуют, все равно недостаточно выраженные, в общем-то. Но в целом все легко переносится, поэтому для бровей большого смысла ниже, только для особо чувствительных, гиперчувствительных людей. А имеет значение количество пигментов кожи, правильно? Потому что когда это еле заметная дымка, там почти не ощущается. Абсолютно верно. Если это максимально насыщенный цвет, то действительно болезненность будет сильнее. Но опять же все равно анестезия не окажет какого-то волшебного действия и не лишит человека полностью чувствительности. Все равно это будет больно. А чем меньше пигмента, тем меньше болевых ощущений. В принципе, на последних сеансах каких-то там, на втором, на третьем, когда большая часть пигмента уже разрушена, клиенты гораздо более спокойно это все переносят. То есть все-таки самая такая стрессовая, это первая процедура. А если за полчаса выпить таблетку какой-нибудь китарова, это сработает? Возможно, но опять же тоже до какой-то степени эффективности. Единственное, о чем я хотел бы предупредить, это не использовать инъекционную анестезию. То есть это такие препараты, как содержащие, в общем-то там, лидокаин, что-то еще, да, с сосудосуживающими компонентами. Потому что был случай недавно, в Комсомольске на Амуре, на фоне инъекционной анестезии и лазерного удаления очень мощное гнойное воспаление и в итоге рубцевание кожи бровей, то есть судебное разбирательство и так далее. То есть это как бы просто сужение сосудов, плюс наложение еще какой-то минимальной травматизации от лазерного удаления в итоге могут привести к неблагоприятным последствиям. То есть тут как бы… Я просто прерву, я присутствую на таком удалении, когда проходили очень травматично, прям появлялась кровь, то есть кожа повреждалась, и мазали сверху анестезией, чуть-чуть ждали, сосуды сужались и проходили еще. Но анестезия была не инъекционной. Но это тоже, на мой взгляд, ему давно… На самом деле, при, скажем так, лазерное удаление, оно существует давно, давно изучен метод, во всем мире его применяют, и как бы все, все методики давно известны. И пропагандируется, и как бы в целом правильно удалять без вообще каких-то кровотечений, без ран, без ожогов. То есть максимум, что может развиться, это легкий отек. Тогда вопрос еще раз. То есть абсолютно исключено повреждение кожи, или оно все-таки иногда случается даже у очень опытной специалистов? Нет, нет, бывает. Бывает, но, например, в таких ситуациях, когда приходят со свежим татуажем, то есть когда, например, месяц назад сделали процедуру, только зажил, и в такой ситуации, как аккуратно не работать, все равно в некоторых местах еще истонченный эпидермис, и возможно получить точечных, единичных коротечений. Подчеркну, это не крововое месиво, это не сплошная рана, то есть это единичные, точечные повреждения, которые заканчиваются благополучно. И то, опять же, только при свежем татуаже. Мы, когда делаем процедуру лазерной коррекции или удаления, мы даем клиентам мячик такой резиновый, они его жмут. А то я видела, просто они вот так себе вот иногда так аж руки сжимают. Но это женщины, видимо, у которых болевой порог такой, что они не могут терпеть. На самом деле это достаточно хороший метод отвлечения, чтобы отвлечь человека от болевых ощущений и так далее. И еще к этому могу дополнить, очень хорошо помогает охлаждение после процедуры сразу. Романда Альбац. Чем охлаждает? Мы используем, например, гелевые пакеты, гелевые для… Романда Альбац. То есть дали с собой она забрала? Нет-нет-нет, для автохолодельников, они много раз. Они много раз в морозилке лежат, мы их оборачиваем просто пленкой, так как у нас, в принципе, нет повреждений, нет контакта с биологическими жидкостями, плюс, опять же, пленка одноразовая и быстро охлаждают, очень сильно снижает отек, снимает ощущения, они прямо такое облегчение испытывают очень сильно после процедуры. Романда Альбац. Достаточно 5-7 минут туда придержать и достаточно уже. Либо использовать одноразовые пакеты, например, как после травмы, снижок различный и так далее, то есть их можно давать с собой, тоже достаточно хорошо снижает все эти болевые и неприятные ощущения. Романда Альбац. Мы делаем очень много для того, чтобы специалисты перманентного макияжа получали бесплатно совершенно много знаний, поэтому прямо сейчас поставьте меня на паузу и поставьте нам лайк. Это был Виталий Микрюков. Мы делаем серию роликов для вас про лазерное удаление. Всем спасибо, всем пока!